Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут по-прежнему Владимир Гольштейн. И сейчас у нас радиоблог с Игорем Цесарским. Программа, которую ждут многие. Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Володя! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Кто сегодня в гостях у вас, да? Это радиоблога. Но прежде чем мы его начнем, напомню про свой подкаст, который называется ТВ Клуб Континент. Мы его делаем с Михаилом Герштейном. И уже там есть около 40 записей, в которых мы встречаемся с разными интересными людьми. Вот. В том числе сегодняшний собеседник уделил нам некоторое время. И я могу назвать и того же Игоря Гиндлера, и режиссера Юрия Мамина, и многих других, кто уже записан, кого вы можете послушать. Ну, еще раз напомню, если вы наберете в Ютубе ТВ Клуб Континент, то вы легко нас найдете. Это все можно написать по-русски. Вот. Ну, а сегодня у нас гость из, я бы сказал, солнечного Сан-Диего. Да. Зовут его Яков Фрейдин. Мы с ним уже встречались. Это известный ученый, изобретатель, писатель, художник. Ну, я в какой-то степени, с учетом того, что Яков проживает в Сан-Диего, наверное, он отчасти и защитник наш, потому что там на самом переднем краю находится. Яков, добрый день. Здрасте, Игорь. Ну, я не могу сказать, что лично я тут участвую в защите границ. Слава Богу, у нас есть достаточное количество опытных и приличных людей, которые сдерживают натиск. И вот у нас тут даже все-таки строят стену, которую президент Трамп все-таки каким-то образом умудряется строить, несмотря на яростное сопротивление демократов. Демократов, и я бы даже сказал, не столько демократов, сколько либералов. И ему пока что это здесь удается, слава Богу. Так что мы здесь в Сан-Диего, несмотря ни на что, живем достаточно спокойно, но в Мексике сейчас уже не получается. Ну, вы как не просто сочувствующие. Я надеюсь, что вы приобрели все-таки, мы с вами об этом когда-то говорили, большую трубу такую, да, через которую можно наблюдать. Да. За событиями и делать даже фотографии, пересылать их в континент, чтобы мы могли их напечатать и порадовать всех тех, кто боится, что все-таки падет Сан-Диего. А я надеюсь, не падет, как и все другие наши города, под натиском, скажем так, как есть, варваров. И мы не хотим, чтобы это случилось. Нет, я думаю, что все-таки Сан-Диего не падет и граница, как говорится, на замке, как говорили в России в старое время. Не забывайте, что все-таки Сан-Диего это военный город. У нас здесь находится военный флот. И благодаря этому, кстати сказать, это своего рода какой-то оазис в Калифорнии, потому что Калифорния невероятным образом либеральный штат. И поэтому даже его называют обычно сейчас уже не западный берег, а называют левый берег Соединенных Штатов. Потому что количество леваков здесь совершенно невероятное, и Сан-Диего это редкое исключение здесь во всем этом, в этой картине. Да, это известно. Ну вот, учитывая, мы не случайно заговорили о Сан-Диего, о мигрантах и так далее, потому что все взаимосвязано в этой жизни. А так как мы с вами собирались поговорить, и обязательно поговорим на тему, причем, вот знаете, иногда кажется, что что-то звучит совершенно фантастически. Но мы намеревались поговорить о том, возможен ли социализм в Америке. Ну, вроде бы, с чего вдруг? Но когда 24 персонажа, разбившись на две группы по 12, выходят и буквально друг у друга, перехватывая инициативу, произносят, в общем-то, совершенно дикие, казалось бы, еще несколько десятков лет назад, речи, где звучат, ну, ну, та фантастика, которая, в общем-то, а вдруг это, может быть, станет она явью, как вы считаете? Вы понимаете, Игорь, с моей точки зрения, все, как говорится, в торговле все находит своего покупателя. И вот эти люди, которые, 24 человека, которые участвовали в дебатах, чем они сейчас занимаются? Они продают себя. Значит, если они продают себя, значит, они знают, что на них есть какой-то покупатель. И вот, что произошло, с моей точки зрения, в Америке за последние, скажем, примерно 20-30 лет, это изменилась демография. В Америке появилось огромное количество людей, которые не впитали в себя идеи капитализма, не понимают, как капитализм работает. И они приехали из стран, где капитализм не работал никогда, по одной простой причине, потому что эти страны были даже не демократические, они были диктаторские или олигархические страны. И эти люди приехали, и они принесли с собой вот эту ментальность, когда правительство о них заботится. И идея социализма, если вы подумаете, что такое идея социализма? Это когда тебе почти ни о чем не надо думать. Вот как мы жили в Советском Союзе в свое время? Правительство заботилось обо всем. Вы нам выделяли минимальную какую-то зарплату. Вот, скажем, инженер там получал 90 рублей или там 110 рублей в советское время. Было бесплатное образование, было какое-то медицинское бесплатное обслуживание только для того, чтобы поддерживать народ в каком-то состоянии. И думать ни о чем не надо было. И во многих странах людям это нравится. Если на самом деле вы так вот подумаете, с моей точки зрения, я не знаю статистику, но если взять, например, 9 из 10 людей, я думаю, 9 из 10 людей совсем не против, чтобы о них заботились. Что ни о чем не надо думать, ни о чем не надо заботиться. Это будет социализм очень привлекательный. Яков, но вот эквивалент 110 рублям вряд ли они хотят получать. Понимаете как? Это все очень лежит на поверхности. Социализм очень привлекателен, но только на поверхности. Если ты начинаешь немножко копать вглубже, оказывается, что все это не работает. Это красивая оболочка. А внутри это все пустота. Капитализм дает, что называется, равные возможности. То есть у вас есть шанс выбиться вперед и что-то сделать. Социализм тоже дает равенство. Но он дает равенство не в богатстве, а в бедности. Почему в бедности? Вот такие замечательные социалисты современные, как Берни Сандерс, говорит, я процитирую его фразу, он говорит так, демократический социализм означает, что мы должны создать экономику, которая работает для всех, а не только для богатых. Это очень красивые слова. Не только для него в том числе, потому что у него тоже миллионное состояние. Так, на секундочку. А, это да. О чем он не любит упоминать, но оно по факту. Вот, понимаете, в чем прелесть социалистов? Они любят тратить деньги, но из вашего кармана, а не своего. Конечно. И получается таким образом... Я не хочу сейчас говорить о преимуществах социализма и капитализма. Я думаю, что наши служители и без меня это прекрасно понимают. Единственное, что я хочу сказать, что если повысить налоги и сделать, скажем, отобрать деньги у богатых, то это вовсе не означает, что бедные станут богаче. Они действительно станут богаче на очень какое-то короткое время, если им раздать деньги. Потом деньги кончатся. А что будет дальше? У богатых денег уже не будет. Деньги, на самом деле, это большое зло, но, тем не менее, это и большой стимул. И для многих людей, которые идут в бизнес, которые начинают компании, которые открывают парикмахерские, пекут хлеб, для них это является... Способ делать деньги является хорошим стимулом. Но если у них эти деньги отбирать, то тогда пропадет этот стимул, и экономика повалится вниз. Именно то, что происходит во многих латиноамериканских странах и произойдет в России сейчас. Да, Яков, смотрите, вот вы затронули тему Берни Сандерса, но ведь, объективно говоря, еще некоторое количество лет тому назад он воспринимался многими, в том числе демократами, членами демократической партии, как блаженный. Ну вот блажит мужик. Влюблен он в этот строй, о котором знает даже не понаслышке, он умудрился свое свадебное турне, как вы помните, сделать в России, это надо было, еще в советской России, это надо было умудриться так. Но неважно. Значит, человек говорит о том, что надо бесплатное образование дать, что надо бесплатную медицину дать. И я допускаю, что вот перечень бесплатного у него большой-пребольшой, но при этом, естественно, нет ни у кого в здравом уме мысли, а как это сделать? Ну и смотрите, что я хотел сказать. Раньше он воспринимался, как в большей степени, как блаженный, был левый край партии, был центр и так далее. Сейчас 24, как я уже говорил, человека наперебой борются за вот это. Кто левее? Как это так? Ну, просто я, как я уже только что сказал, появился покупатель на эту идею. И покупателей стало много. Ну, одна из главных идей всех этих людей, это о том, что вот Берни Сандерс озвучивает это наиболее эффективно, нужно сказать. Он говорит так, что нужно, богатые должны платить свой фэр-шер, или, то есть, так сказать, должны давать справедливую отдачу в налоговую кассу. Но даже если посмотреть, что происходит сегодня, не все знают, что всего лишь 1% населения, то есть, самых богатых людей, в настоящее время платит 37% налогов всей страны. 90% людей, которые внизу находятся, они платят всего лишь около 30%. И только 9% населения, которые такие менее и более состоятельные, они тоже платят 33%. То есть, вот таким образом, богатые-то люди, как раз, платят достаточно много. Понимаете? Вот. Но, тем не менее, люди, которые находятся на самом низу, им хочется иметь халяву. А халява – такая привлекательная вещь. И вот этот, то, что вы удивляетесь, откуда был один Берни Сандерс, и вдруг стало их 24 Берни Сандерса. Они все поняли, господи, какая замечательная идея, давайте-ка мы все ее будем себя продавать. Как себя можно продать? Ну, значит, есть же масса либералов, у которых есть критерии не только, так сказать, поделить, но также нужно облагородить какие-то меньшинства. Вот, например, самая опасность всех – это Камила Харрис, которая там сейчас есть. На Берни Сандерс, я не думаю, что он лично представляет какую-то опасность для страны. Потому что Берни Сандерс, он настолько, во-первых, он старый, понимаете как? Вот. А молодежь все-таки не хочет голосовать за стариков. А молодежь очень глупа и не в политическом смысле, я имею в виду, глупа и неопытна. Она не знает истории, она не задумывается. И, естественно, я не думаю, что за Сандерса она голосовать не будет. Но вот за эту Камилу Харрис она может голосовать, потому что у нее есть совершенно замечательные достоинства. Она, во-первых, наполовину черная, наполовину она индианка, а кроме того, еще она и женщина. Ну, столько замечательных качеств одновременно слилось. Вот. Я уж не говорю, что пройдет еще несколько лет и вылезет, наверное, эта Шурочка-дурочка о Казио-кортехсе. Ну, если говорить про Харрис, у нее много чего есть, отнюдь не секретка, каким местом она пробивала себе дорогу в политику. Вот. Ну, это ладно, это бывает и такое. Не только ж в эстраду таким образом попадают, в политике тоже бывает такое. Но, понятно, они разыгрывают расовую карту. Там тот же Букер там говорит о том, что надо репарации выдавать. То есть, кто чего скажет. Наша недоиндианка, которая по прозвищу Покахонтас, она говорит, что хорошо было до 90% брать налогов. То есть, кто во что. Но ни одного здравого голоса это поразительно. Я вспоминаю вот предвыборное время праймерис республиканцев, ну, на прошлых выборах, да, стояло там 17 человек, но среди них вполне здравые и достойные люди были, помимо того, кто победил в итоге. А здесь это просто ужас. Берет оторопь и думаешь, вы правы, когда говорите, да, они работают на аудиторию, которая, собственно говоря, которую взрастили. Мы же сами в этих же школах, в этих же университетах и так далее. Что теперь? Ну, вот посмотрите, Игорь, кто эти политики? Ну, Сандерс, но бог с ним, так сказать. Он малоинтересен. Знаете, среди евреев ведь очень поляризованный народ. Среди евреев таких средних людей не так много. Есть либо совершенно умные люди, есть полные отморозки. Значит, если уже умный, так это уже Эйнштейн, а если это идиот, так это Берни Сандерс, понимаете? Вот, а среди других, возьмите этих политиков, кто это такие? Значит, почему люди идут в политику? Вот вы подумайте. Значит, человек, скажем, пытается найти себе какую-то профессию, получает образование, и потом где-то примерно к 30-35 годам он вдруг обнаруживает, что он лузер, что он ничего не в профессии своей, он ничего сделать не может, денег больших он сделать не хочет, и вдруг он обнаруживает, что можно очень делать хорошие деньги, иметь большую власть, если пойти в политику. То есть, этот человек абсолютно бездарный. И люди, если вы возьмете наших членов Конгресса, членов Сената, 99% из этих людей никогда в жизни ничего не добились, они нигде не работали, они ничего не создавали, у них нет никакой профессии, это все люди в профессиональном плане лузеры, но они полезли в политику. Редко-редко в истории случается, когда человек удачливый вдруг обнаруживает, что он может что-то дать. Не все наши слушатели, наверное, помнят имя Рос Перро, был такой бизнесмен, который сделал миллиарды своими руками и своей головой, это было в начале 90-х годов, он решил стать президентом. И он кинулся в этот бизнес, но потом вдруг обнаружилось, что он в этом не понимает, как в этой каше вариться. То есть, он настолько был однобокий в бизнесе, но желание у него было принести пользу стране. Это был полный провал, он снял потом свою кандидатуру и никуда не пошел. Потом, 5 лет назад, 6 лет назад, оказалось, что Доналд Трамп такой же удачливый бизнесмен, совершенно далеко не лузер, который сделал миллиарды своими руками, вдруг он понял, что можно сделать какую-то пользу своей стране и пойти в политику. Он занялся делами, которые ему совершенно не нужны. У него много денег, у него много власти, он удачлив, у него красивая жена, хорошие дети, и все. Чего он кинулся в это дело? Потому что он захотел спасти страну. Но люди, которых вот эти 24 человека, Игорь, про которые вы говорите, эти люди заинтересованы только в собственной карьере. Им нужно выдвинуть только себя. Это люди, которые ничего в жизни не умеют, никогда ничего не делали, но они хотят всем руководить и на этом богатеть. Тот же Берни Сандерс, откуда он сделал свои миллионы? Он что, их заработал честным трудом? Нет. Он, я не знаю, как он делал свои деньги, но... Яков, если бы вы знали, ваша книга тоже ушла миллионными тиражами. Все тут понятно. Интересная штука, если все-таки говорить о Берни Сандерсе. Вот вы говорите, что молодежь его не воспринимает, но ведь даже в 16-м году у него был реальный шанс выйти на финишную прямую, а не... То есть мадам-то нечестными, так сказать, интригами его отстранила и через руководство Демпартии и так далее. То есть и в общем-то он настолько зажигателен, и если вот мы пофантазируем, да, ну представьте себе, вот избирают, и что же тогда случится? Вот есть у вас гипотетически, вы можете себе представить? Ну, можно, так сказать, попытаться пофантазировать и нарисовать какую-то картину. Ну, я думаю, у него много не получится, к счастью. По той простой причине, что все-таки возникнет мощная оппозиция со стороны бизнеса. Люди, владельцы компаний, шархолдеры больших компаний, а также республиканцы в Конгрессе просто придут в ужас от этого дела, и они начнут ему ставить палки в колеса, так как сейчас демократы ставят палки в колеса Трампу. То есть ему многого не удастся добиться, но ужас не в этом, ужас в том, что происходит эрозия в стране, понимаете как? И происходит она из-за большого дефекта в самом понятии демократии. Казалось бы, демократия это замечательная форма правления. Что такое демократия? Демократия это власть большинства. Но вопрос только в том, а что хочет большинство? И вот если большинство хочет одного, вот так демократия работает. К сожалению, в нашей стране, да не только в нашей стране, во многих странах большинство людей совершенно не прочь иметь и получать халяву. И отцы основателя нашего государства, Соединенных Штатов Америки, это прекрасно понимали, потому что были введены разные избирательные цензы, не всем позволялось голосовать и выбирать конгрессменов, и выбирать президента страны. Ну, вот я вам могу привести такие цифры, например, всего лишь через, в Конституции Соединенных Штатов голосовать разрешалось только белым мужчинам, и больше никому. Это был конец 18 века. Только лишь через три года после принятия Конституции в одном штате, это в Нью-Хемпшире, в 1792 году, был отменен имущественный ценз. То есть, если у вас есть деньги или нет денег, в Нью-Хемпшире можно было уже голосовать. Потом, это как волна пошла по всей стране, и уже в середине 19 века, 1856 году, все штаты приняли закон о том, что неважно, сколько у вас есть денег, есть ли у вас дома и имущества, вы все равно имеете право голосовать. Теперь голосовать стали уже бедные. Ну, потом демократия получала развитие. Была в 1870 году была принята 15-я поправка Конституции, где уже отменили расовые ограничения, то есть негры стали свободными людьми, и они получили право голосовать. Потом в 20-м году была принята 20-я поправка Конституции, где уже женщины получили право голосовать. То есть теперь все голосуют уже все, сейчас уже идут разговоры о том, что голосовать можно даже заключенным в тюрьмах. Да, 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 а следующий шаг, дать голосовать всем нелегалам и даже домашним животам некоторых особо одаренных граждан, которые относятся к демократической партии. Замечательно, замечательно. Как на это смотрите? Вот, то есть были, раньше существовали разные избирательные цензы, понимаете? Я, например, все-таки считаю. Ну, были раньше CENS на грамотность, то есть неграмотные люди не имели права голосовать, были языковые CENS, если вы не говорите на языке страны, я не говорю только про Америку, вы не имеете права голосовать, были, существуют религиозные CENS, например, в мусульманских странах, если вы не мусульманин, вы не можете голосовать. Существует и во многих странах И в Америке пока что ценз непорочности Так называемый То есть если вы под судом или в тюрьме Вы не можете голосовать Я считаю что самый главный ценз Который должен был бы введен Но я думаю это совершенно нереально Который я бы назвал ценз самодостаточности То есть голосовать не должны люди Которые находятся На пособии На государственном пособии Я не имею ввиду пенсию Потому что человек заработал пенсию Он не находится на пособии Это его деньги которые он заработал Но если человек получает халяву И живет на халяву То он не должен голосовать Потому что халява настолько привлекательна Он будет голосовать за любого из этих 24 То ему посули Чтобы получить халяву Понимаете Это только Я ни в коем разе не хочу назвать У меня в голове крутится Кремлевский мечтатель Но мечтатель у нас не кремлевский А житель прекрасного города Сан-Диего Мы немножко отдохнем Дорогие друзья Несколько минут буквально Послушайте очень важные рекламные объявления А потом вернемся И готовы принимать ваши звонки Дорогие друзья Мы продолжаем программу Радиоблог с Игорем Цесарским Игорь пожалуйста Добрый день Напомню что сегодня в гостях Яков Рейдин Ученый изобретатель Писатель Художник Причем Как ученый изобретатель Человек Создавший Немало таких вещей Которыми вы в том числе пользуетесь Правильно я говорю Яков Да До сих пор многие пользуются До сих пор До сих пор Есть такие патенты Которые И вот в данном случае Если бы Яков пошел в политику То было бы понятно Что есть за душой много чего Но вот еще не доставало Только каких-то политических еще Амбиций Но тогда бы мы Вероятно с вами бы не встретились В эфире Потому что С политиками Встречаться Менее интересно Чем С хорошими Собеседниками Просто из обычной Нормальной жизни Игорь У нас уже есть звонок Можем принять Да Пожалуйста Слушаем вас в эфире Здравствуйте Алло Здрасте Здрасте Вот вас гость говорит Что демократия Это власть большинства А это я считаю Не власть большинства Большинство Сада баранов что ли Демократия Это диктатура закона Только божеского закона Чтоб не ловили рыбку В мутной воде И такие законы Чтоб ни влево Ни вправо Ни вверх Ни вверх Сделал что-то Расстрелять Повесить Но это я В общем про А так говорю А не большинства Большинство это Бараны Так Хорошо Это про демократию Нормально Спасибо за такое мнение Яков Как вы считаете Да Вот там Шаг влево Шаг влево И расстрел Понимаете как Ну не надо сравнивать Как говорят в Америке Яблоко с апельсином Все таки есть В политической науке Четкое определение Различных устройств государства Ну например Существует демократия От греческого слова Демос энд кратус Что означает Много людей То есть Это вот Эта демократия Какую Какую она форму принимает Вот это уже Совершенно другой вопрос И наш Вопрос конечно Нашего слушателя Был совершенно справедлив Можно соблюдать законы Можно не соблюдать Есть разные формы Правительства Я вам приведу Другой пример Вы знаете Что такое Клептократия Клептократия Это власть воров Вот сейчас Такая форма Правления Существует в России Как мы знаем Это власть воров И это клептократия Существует даже Такая форма Как Гениократия Это Власть умных людей Но это конечно Скорее теоретическая вещь Иди к отбери Кто умный И кто глупый То есть Есть Множество Вариантов Правительства Но тем не менее Демократия Это все таки Власть большинства И Вот и все Яков Ну вы знаете Вопрос терминологии Это такой Демократию Любят Это слово Употреблять Те Где даже Вообще Запаха нет И вообще Близко Этого нет Но тем не менее Как фиговый лист Надо прикрыть Все свои Нехорошие дела И тогда Говорят Ну как же Мы демократия Прекрасно Все Вот у нас Демократическим образом Выбрали Допустим президента За него проголосовало Больше 70% Демократия Это Вы правы Это красивая вывеска В России Они считают себя Не демократией Конечно демократией Как у них выборы Проходят Мы все прекрасно знаем Поэтому все таки Более правильно Называть Это клептократия А не демократия Да То есть Ну хорошо Мы Легонечко уходим От нашей Все таки Основной темы Она Как бы мы С разных сторон Ее не рассматривали Она Занозой сидит Понимаете Какая вещь Вот появление Вот этих молодых Талантливых Я бы сказал Девушек Которые С хорошим аппетитом Вот Вы Шурочку Упомянули Так вот Мы ее Ласково Аказию Кортес Называем Но вообще-то Дай Дай На ее Зубки Что-нибудь Это будет Непростая История Потому что Смотрите При всей Ее любви К Обездоленным И прочим Вот таким Категориям Граждан Она Первым делом Оказавшись В Конгрессе Озаботилась Что ей На жизнь Не хватает Той зарплаты Которую получают Остальные В том числе Конгресс Мэны Конгресс Умэн Ши То есть Нормально Ну Игорь А вы знаете Что они же живут Я бы сказал При полном коммунизме У них Зарплата Формально Она не очень высокая Но у них Прекрасное Медицинское Обслуживание Причем Пожизненное Бесплатное У них Будет Прекрасная Пенсия То есть Люди Как я уже Упомянул В общем-то Бездарные В любой Какой-либо Области Политики Находят себе Замечательную Кормушку И вот Эта Шурочка Дурочка Она не такая Дурочка Как говорится Она себя Хорошо Обеспечила Уже И на будущее Она будет Обеспечена А что она Говорит Уже не важно Понимаете Как Ей главное Продержаться Как можно дольше И поговорить И погромче Говорить И смотрите Какая вещь Вот возник Недавно Спор Вот интересно Как вы Прокомментируете Спор Такого рода Люди Пишут Что Да Конечно Замечательно Что находятся Вот три таких Персонажа Знаете О ком речь Помимо нее А госпоже Амары Госпоже Тлаип То есть Ее подруги По конгрессу И Не отличающиеся Тоже Чем-либо От нее В своих Каких-то Мировоззренческих И прочих Вопросов Так вот Мне говорят Следующее Что Это очень здорово Что они такие Есть Значит Их можно Всегда Базироваться В спорах На их наличии Да С одной стороны Есть другая Сторона Говорят А вот вы Посмотрите Демпартия Она не такая Они В двадцатом Году Исчезнут С поля зрения А вот Я говорю Что не исчезнут А их Представительство Будет Больше Проверим Когда это будет Что вы скажете На этот счет Как говорится Вашими устами Да мед Бенепить Понимаете Потому что Я боюсь Что это Совершенно Реально Может Произойти Ну Во-первых Это может Реально Произойти Не дай бог Через год Когда Если вдруг Трампа Не перезберут А шанс Такой Что его Не перезберут Есть Довольно Большой Ну Небольшой Но есть По крайней мере Может быть Все может В этой жизни Кому могло В голову Знаете Я в Америке Живу уже Пятый десяток лет Кому Когда я приехал Сюда в голову Не могло прийти Что Обама Может стать президентом Например Понимаете И тем не менее Это произошло И вот Стал президентом Трамп Человек В высшей степени Странный Я бы сказал Но это Та странность Которая Творит Добро Понимаете Вот А Если вдруг Произойдет То что Вот чего Мы все боимся Если Трампа Не перезберут Ну а Ну пускай Даже его перезберут Пройдет пять лет И придет Вместо него Кто-то другой Хорошо Если придет Человек Умный И разумный Но большой шанс И еще более Больше Чем не перевыборы Трампа Придет кто-нибудь Из этих самых 24 умников Которые И вот тогда Стране будет Все хуже И хуже Вы понимаете Как Вспомним историю Когда в четвертом веке Развалилась Римская империя Почему развалилась Римская империя Чем она была Так плоха Ну там были Конечно Безобразные Императоры И прочее И прочее Но тем не менее Это две тысячи лет назад Была величайшая Цивилизация На земном шаре Они создали Вещи Которые потом На тысячу лет Были забыты Они создали Водопровод Они создали Науки Они создали Прекрасную литературу А не архитектуру То есть это были Совершенно гениальная Великая цивилизация И вдруг Она вся развалилась В середине Четвертого века Чем она развалилась Потому что Древний Рим Захлестнули Пришельцы Мигранты Пришли гуны Визиготы И прочее И они захлестнули Рим Рим Люди были добрые Они говорили Что кормить нужно всех Кто приходит Бесплатная там медицина Бесплатная халява Была масса Освобожденных рабов Рабов За рабство Которое Закончилось В 1865 году То есть они Древний Рим Из-за этого Развалился Потому что Он был Залит И забит Вот этими Халявщиками И страна Не была Ни в состоянии Их содержать И наступили Средние века Черные века Тысячу лет Вся цивилизация Была в забытии До того Как в середине 15 века Наконец возник Ренессанс Понимаете? Я не знаю Не дай бог Что если вдруг Нечто подобное Произойдет Соединенными Штатами Америки Которая безусловно Является Самой великой Страной На этой планете Великой Страной По одному Интересному признаку Я бы сказал Если вы возьмете Многие страны Например Германию Францию Италию И так далее Эти все страны Были основаны На этнической основе Во Франции Были французы В Германии Были немцы В Италии Были итальянцы В России Были русские И так далее И так далее Соединенные Штаты Это было в начале То что называлось Плавильным котлом Где съехались Все разных национальностей Причем съехались Не простые люди А съехались Люди Которые Решили порвать Со своей прежней Страной Которые Решили Поломать Свою жизнь Пополам И начать Совершенно с нуля Люди Совершенно неординарные Приехали в эту страну Они дали потомство И эта страна Стала плавильным котлом Сейчас этот плавильный котел Превратился уже в миску с салатом Где уже все намешано Но ничего вместе не сплавляется И вот это Напоминает мне очень Развал древней римской империи Если вдруг опять наступят Тысячелетние Черные века То как говорится У меня единственное желание Чтобы не я и мои дети До этого не дожили Понимаете? Да, но есть еще внуки И так далее Значит Все-таки мы должны думать Чуть дальше У нас нет Нет этого Формулы Людовика Который Луик Короче говоря Говорил Что после меня Хоть потом Вот Но у нас К сожалению Мы так не можем сказать Есть другая сторона Что не дай бог Вот это увидеть Своими глазами Потому что да Вы вспомнили Кто бы мог предположить Что придет Обама Ну вот Казалось бы Его приход должен был Успокоить Страсти некоторые И сказать Что прекрасно Вот мы Те противоречия Которые имелись Десятилетиями В общем-то Они каким-то образом Должны Немножко Вот это Уйти Как вода в песок Но Я вспоминаю Как-то Один Старенький фильм С Джаном Траволт Он там играет Там была фраза Что Представить себе Вот что-то Все равно Что представить Что Черный губернатор Джорджии Это еще 60-е годы Но я понимаю Что эти все фильмы Такие теперь Они под полный Уходят Или в небытие Или Или Все это Убирается Как неправильное Историческое Свидетельство Понимаете Слишком Очень много Параллелей Можно провести Вот возьмите Например В России В нынешней Очень любят Переписывать историю Как говорится Тот кто власти Тот владеет Прошлым Он Начинает Менять Историю Переписывать Учебники Возьмите Историю КПСС Сколько там Краткий курс Был при товарище Сталине Где он все Переписал И уничтожил Всех участников Потом появился Другой курс Истории И все время Переписывают В Америке Сейчас то же самое Происходит В Америке Пытаются Переписать Историю Вы знаете Что в американских Школах Есть запрещенные Книжки Например Нельзя получить Книжку Том Сойер Марка Твена Почему Потому что Там были Черный Невольник Друг Тома Сойера Мальчик Джимба Если бы мы его звали Или Гекель Берифин То же самое То есть В южных штатах Не только Везде начинают Разбивать Статуи Южан Времен Гражданской войны Я считаю Что еще Несколько лет И разрушат И в Вашингтоне Вообще придется Разрушать памятник Джефферсону Потому что Джефферсону Были черные рабы Молотов Я была черная любовница Ну и Того же Колумба Кстати я оговорился Я сказал Джан Траволта Это естественно Я имел ввиду Сенатору Все таки Траволта Потому что Могут сказать Что сочиняю В 60-е годы Ну короче говоря Вот так Вот Да Вот Война с памятниками Война вообще С идеологией Не то чтобы Только правая идеология А вот Правая идеология Она как правило Все таки базируется На каких-то нормальных Реальных вещах Когда Создают ее И придерживаются Ей люди Которые как правило Созидающие Работающие И Которые меньше всего Есть Желание Как говорится Болтать языком Они делают И вот Что Наблюдается И очень даже Наблюдается В последние годы Вот падает Культура общая Вот И производственная Какая-то И отношение К чему-то Да То есть То что раньше Было в порядке Вещей Сейчас Уже Это все Становится Некоторым образом По-другому А Почему Потому что Пришло Другое Поколение У которых Нет Тех Нормальных Основ Нет Такого Отношения К своему Бизнесу К своему Делу То есть Это те же Халявщики Ну которые Может временно Работают А потом Они будут Работать Ну Раньше Понятие Было такое Довольно Простое Примитивное Разделение На левых И на правых Говорили Что вот Левые Это Прогрессивный Народ Что они Пытаются Идти Вперед Более Живой Ум А правые Это Ретрограды Правые Это были Угнетатели И так далее Это довольно Примитивное Сейчас Все поменялось Сейчас Левые Они Стали Как бы сказать Кемик Превратились В то Что было Худшее В старые Времена Они стали Революционерами Разрушителями Не умеющие Ничего Создавать Правые На самом деле Превратились В консерваторов И консерватор На самом По определению Это человек В общем-то Осторожный Который Старается Ити Не через Революцию А через Эволюцию То есть Изменение Если происходит Оно должно Быть постепенным Потому что Любая Революция Как мы знаем Всегда Разрушала Но ничего Не создавала А вот Революция Революция Приводила К улучшению К постепенному Развитию Не скачком Вот И Многие Люди Даже Руководители Крупных Государств Этого Никак Не могли Понять Такую Простую Вещь Что Консерватизм Это Хорошо И это Полезно И Все народы Приходят К этому Приходят К своему Уровню Не Благодаря Революциям А благодаря Вот таким Эволюциям И Каждый Народ Должен Пройти Свой Путь Вот Почему Мы Сейчас Пускаем Иммигрантов Ну Жалко Их Бедники Они Живут Там В Сан-Сальвадоре В Гондурасе Им Жить Там Тяжело И Плохо Но Почему Быть Не Привезти Сюда И Жить Хорошо Забывают О том Что Соединенные Штаты Прошли Тяжелый Путь И Люди Которые Вот Эта Нация Она Выстрадала И Выработала Тот Уровень Жизни Который Сейчас Есть Невозможно Перепрыгнуть Из Каменного Века В Космический Век Нужно Пройти Все Таки Сначала Через Бронзовый Век Нужно Пройти Через Железный Век Нужно Постепенно Развивать И Вот Эти Люди Которые Находятся На Нижней Ступени Я не говорю Не умственного Не биологического Развития А социального Развития Они не готовы К этому К этому Они должны Сами пройти Все это Дело И Гондурас Должен пройти И стать Цивилизованной Страной А не сразу Перепрыгнуть Соединенные Штаты И И потом Смотрите Если в прошлом Веке В годы Великой Депрессии Ведь Многие Граждане Граждане Не те Которые Пришли Ну да Возможно Это тоже Были среди Новые Эмигранты И все Итальянского Ирландского Какого угодно Происхождения За тарелку Супа Работали Вот мы Иногда Путешествуем На машинах Там между Эти дороги Идут В горной местности И так далее Это все Долбали Эти люди Которые Выживали Таким образом И зарабатывали Себе Просто Ни в элфера Ни бесплатной Медицины Ни бесплатного Образования Ничего Речь А тут Получается Какая штука Сюда прибывает Вот целая Орда Тащат с собой Детей своих И очень часто Чужих И Они все Уже Настроены Получить Не дать Что они могут Дать Свой Свой Неквалифицированный Труд Тяжу Хорошо Если Если Так Какие Гастарбайтеры Могут Работать На тех Полях Калифорнии Вашей Но По Официальной Совершенно По Разрешению Со всеми Вытекающими Налогами И так далее Тогда Это Понятно Ну Да Это Если Рассуждать Логически Но Вот Те 24 Человека О которых Мы Говорим Уже Целый Час Почти Эти 24 Человека Им Эти Все Люди Нужны Что Думаете Они Так Сострадают У них Так Сердце Обливается Кровью По Вовремя Эти Несчастных Нет Им Нужны Избиратели Которые Могут Держать На поверхности Этой Волны Вот Больше Ничего Это Абсолютно Грубый Циничный Прагматизм И Никакого Как говорится Никакой Доброты Сердца Здесь Не Просматривается Естественно И Более Того Опекать Их И делать Определенные Создание Идет Такого Совершенно Сумасшедшего По своему Объему Бюрократического Аппарата Потому Что За такими За Многочисленными Людьми Которые Вот так Принимаются И которых Они хотят Так или иначе Внедрить В это Общество Сколько Людей Там Должно Их Обслуживать Наблюдать И так Далее И вот Выезжая Из своих Благополучных Районах На своих Хороших Машинах И так Далее Они вдруг Включают Вот этот Вечный Свой Вой По поводу Того Что Как же Так Что Вы Абсолютно Бездушные Несочувствующие Это Такие Люди И так Таким же Людям Надо Помочь Да Но в их Странах И помочь Возможно Тем силам Нормальным Которые Приходят Вот сейчас Какой Замечательный Президент Пришел В Бразилии И дай бог Ему Как говорится Сил здоровья Чтобы он Эту страну Действительно Вот из этой Я не знаю Ямы В которую Толкали Коррупционеры Социалисты Всех Мастей Столько Значит Есть Возможность Когда Приходят Люди Ну Вот Как мы Видим Соединенные Штаты Сейчас Начался Экономический Бум Экономика На взлете Нас Наконец Начинает Уважать Благодаря Россию И Соединенными Штатами Россия Хочет Чтобы ее Боялись Соединенные Штаты Хотят Чтобы Их Уважали Ну Да А мир Хочет Чтобы Соединенные Штаты По прежнему Лучезарно Улыбались И Платили За все Как говорится За все Прихоти Союзников И не только Да Да Это правда Вот Ну Хорошо Ну Остается Сделать Какое-то Резюме Готовы? Резюме Ну Я надеюсь Что все наши Слушатели Которые Нас Слушают Разделяют Нашу с вами Точку Зрения Потому что Я совершенно Уверен Те кто не Разделяет Давно Выключили Радио И Не слушают Нас Давайте Будем Голосовать Давайте Будем Выбирать Правильных Людей И не только Президента А давайте Будем Выбирать Правильного Губернатора Правильных Конгрессменов Правильных Сенаторов Потому что Все-таки Эта страна До сих пор Остается Демократической И как Сказал Один из наших Слушателей Все-таки Страна Закона И Законы Должны Работать И чтобы Не привести Эту страну К развалу Где Закон Становится Дышл Который Как Повернешь Так И Вышло Что Происходит В России И Было Всегда Давайте Будем Хорошими Лояльными Гражданами Этой Страны И Будем Держать Ее На плаву Не дай Бог Чтобы Она Развалилась Да И Добавлю Еще От себя Что Все наши Рассуждения По поводу Возможности Социализма Не в одной Отдельно Взятой Стране А в великой Стране Которая Зовется Америкой Которая Прошла Короткий Но Очень Впечатляющий Путь Чтобы Здесь Даже На уровне Самой Идеи Это Выглядело Как Нечто Маргинальное Нереальное Но Для этого Надо Все-таки Работать С людьми Воспитывать Их Показывать Им Реальную Сторону Чего Иногда Недостаточно Это На мой Взгляд Ну Спасибо Кто Был С нами Еще раз Напоминаю Приходите Слушать В ютубе ТВ Клуб Континент Вот С Яковом Фрейдином Мы в ближайшие Дни Тоже Что-то Очередное Запишем Будем Рады Вашему Частью Спасибо Рад быть С вами Сегодня Будьте Здоровы Спасибо Всего доброго